Здравствуйте, друзья! С вами снова Андрей Вельгаш, компания «Окна в Лондон». И сегодня у нас очередная экскурсия в британскую школу, которая называется «Скарбороу колледж». Школа, которая находится на окраине одноименного городка «Скарбороу». Городок Приморский, вот если, не знаю, покажет ли моя камера, через дорогу несколько рядов домов и внизу уже расстилается море. То есть до моря здесь в буквальном смысле этого слова рукой подать. Вот туда пошел дальше город. Сегодня у нас идеальная погода для экскурсии. Кто смотрел мои предыдущие видео, знает, что съемка у меня непрофессиональная. Частично потому, что я непрофессиональный видеоблогер. По большей мере из-за того, что снимать детей без разрешения родителей нельзя. Вот как делает этот вот молодой человек. Соответственно, сейчас, когда гуляю по школе во время уроков, в большинстве помещений находятся дети, поэтому камеру приходится выключать. Так что за это не обессудьте. Что смогу, то покажу. И можно просто издалека. Так я быстро. Если какие-то лица попадают в кадр, тогда приходится их скрывать. Что были у меня случаи, когда я ездил в школу, гулял с учеником. И он несколько раз попал в кадр, при этом, что он был не против. То есть я его спросил. После этого мне звонили из школы и просили видео удалить. Так как родители не давали разрешения на съемку ученика. Пока ребенку не выполнилось 18 лет, за него такое решение принимают родители. Поэтому с тех пор я стараюсь быть более аккуратным с этим. Сейчас мы идем в школу. Покажу вам несколько классов и что у них здесь имеется. Так выглядит главный холл школы. Сюда вход в столовую. Сейчас как раз обед в разгаре. Это кафетерий. Основная столовая здесь за стеклом. Там дети. Школьный двор. Там самые маленькие ученики школы. Школьная столовая. Дети закончили обедать. Здесь старшеклассники делают свои домашние задания и проводят свободное от урока в аренду. Теллиотека школьная. Главного здания школы библиотека. Sex Form Study Room. Это где старшеклассники занимаются. Отсюда снизу мы поднялись. Туда география и физкультура. Предметы, кабинеты. Вдали видите языки и математика. Поднимаемся на третий этаж. В третьем этаже комната отдыха для старшеклассников. Синий педиард играет. Музыку слышусь. Ну, иногда учится. А здесь вот вид из окна. Вот там вот главный въезд на территорию школы. И вот такие большие у них поля. За школой уже пошло, как бы, край города, природа. Отделение бизнеса и экономики. Класс бизнеса. Так вот столы стоят по кругу. Все принимают участие в соседании директоров. Будущие экономисты. Еще один квас. Музыка. 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 Математика. Отсюда видно море. Вот оно. Не знаю, покажет ли моя камера. Музыка. Студия искусств. Примеры поделок, которые ученики делают. Вид на море. Двор школы. Справа от нас дети развиаться самые маленькие. Окна из кафетерии, с которой я снимал. Здесь вот столовая. все довольно таки компактно в плане учебных помещений конецные корты спортивный комплекс не очень большая но и не самая большая крышка школа музыки индивидуальная комната то есть комната для индивидуальных репетиций блока сети и естественных наук сети на первом этаже науки на втором компьютерный класс часы необычные еще компьютеры там я так понимаю лаборатория химии судя по таблице периодической там идет урок, поэтому туда не пойдем одна из лабораторий химии также в общем все как и в лаборатории химии лаборатория физики только что объяснил преподаватель традиционная лаборатория физики говорит что у них запланировано обновление всех ресурсов здесь будет проводиться ремонт во время летних каникул но говорит что сам хотел бы чтобы все осталось как есть это все как как и раньше такого же цвета парты все необходимое для уроков говорит что мне здесь даже лучше это была лаборатория после ремонта мне кажется что преподаватель который сказал что хотел бы чтобы его лаборатория осталась в традиционном стиле и еще не видел ту лабораторию после ремонта ну или просто пошутил удачный момент во дворе школы никого нету детки все разбежались по урокам поэтому хочу показать вам весь двор это как задний двор школы там вот классы искусств в которых мы были здесь самые маленькие играют там их видно в углу там вот кафетерий и здесь окна столовой а это блок сети и естественных наук в котором мы только что были один из домов в котором проживают ученики школы он находится примерно в 4-5 минутах езды от школы то есть нас сюда привезли на автобусе отсюда в принципе школу видно то есть минут 10 ходьбы удача кухонка где ученики могут приготовить себе легкий ужин или завтра здесь в этой комнате ребята проводят в свободное от учебы время здесь сборы дома проходят знакомый мотив еще одна комната отдыха одна из комнат одна местная совсем небольшая комната все есть коридор с неоновой подсветкой живут мальчики нас это привезли на автобусе но вот за полем в школу то есть фактически он находится на одной территории здесь целый комплекс жилых домов совместно с университетом города Хау один из домов закрывают ученики школы старшеклассники то есть с одной стороны это полезно для учеников пообщаться студентами все так как своего рода такое небольшое погружение в то что их ожидает в будущем вот так вот выглядит дом один из подъездов принадлежит школе в комнату нас пока не пускают потому что в каждой комнате кто-то есть такое типичное студенческое общежитие так выглядит комната одна местная удобство здесь же это Продолжение следует...